Да, часть вторая, вот в начале нашей беседы. Ну, практически со времен Ельцина в стране введено внешнее управление. Практически, вот Миронов правильно рассказывает, что он в правительстве работал тогда, младореформаторов, ушел в доза и так далее, что уже даже по факсу присылали даже непереведенные проекты законов, связанные с приватизацией, с экономическими реформами, с типа, мол, вы переведите сами. Да, то есть практически и при Путине же ничего по большому счету не изменилось. Американцы потопили лодку, Курск, сегодня об этом уже открыто говорят, это единственная была лодка, которая прикрывала северное пространство и так далее, так сказать. Американцы в этом плане, они прагматики, да, вы можете делать все, что угодно, но есть вещи, которые реально угрожают нашей безопасности, это базы, лодки, ракеты, и мы их будем уничтожать. Путин закрыл базы в Камаране, кстати, вот первый факультет нам готовил, туда и оперативное обеспечение, и, так сказать, это были наши, вотчины, там, подводная флота был, там у нас целый был взвод, который ходил, обслуживал на базе первого и так далее. Все пошли по ВМФ, целое управление наше было, которое операции контрразведывательные, с лодками, с ядерными ракетами планировало, все мы остались на улице. Путин закрыл радиоразведывательную базу на Кубе, тоже четвертый факультет готовил, так сказать, мы слушали весь мир, там порядка называют разные цифры, от 700 до 1500 единиц личного состава, все, так сказать, остались без работы и так далее. Поэтому, когда Илюхин квалифицировал действия Путина по 275-й, государственная измена, после чего он погиб, якобы от инфаркта, то, в общем-то, для этого, мне кажется, есть все были основания, говорить об этом. Так вот, я хочу сказать, что Путин, об этом пишут, говорят, хоть планировал идти на третий срок, но якобы состоялась встреча с семьей Буша на лодке, где он, так сказать, дал согласие на уничтожение, Илюхин говорит об этом, ракет, базирующихся на железнодорожных платформах, очень, так сказать, опасные для американцев, и ему не дали разрешения на третий срок, тогда появилась Фигура Медведева, мальчик абсолютно, так сказать, ничего не знающего, ну, просто пацан, юристом был, так сказать, но озерок, так же, кстати, могли и Трутнева, кандидатуру рассматривали, могли любого из вас назначить, любого, понимаете, ну, такие времена, времена смуты, да, любого с улицы могли взять, и вы могли запросто стать президентом, министром, как Степашин стал директором ФСК, пожарник, да, Максим Ленин в пожарном училище преподавал, то есть, ну, ничего не было, законы писали, как институцию, гражданский кодекс в США все писали, уголовное законодательство писали в США, поэтому эта страна сейчас находится под внешним управлением, совершенно очевидно, и так далее. Так вот, естественно, что, вот, так сказать, определенная попытка, вот, вернуться Березовского, об этом пишут, говорят, и о том, что он пытался снять выбора четвертого года отменить, когда планировали убийство, убийство Рыбкина, и так далее. И якобы вот эти вот акцию, пусть райд, и так далее, команда, она исходила от него. Ну, я не знаю, правда ли, неправда, и якобы вот за этой акцией, так сказать, организатором, вдохновителем этого был, называют фамилию Марата Александровича Гельмана. Ну, я не знаю, плохо это и хорошо, правда нет, но говорят об этом, что вдохновителем этой перформанса, этой акции, протеста против Путина, тогда, ну, все-таки, еще звено либералов, там, этого Медведева, говорят, было сильно, и так далее, тогда все сошло с рук, не стали крутить дальше, просто дали душечку этим девочкам, хотя там нет состава, давайте откровенно, уголовного преступления, там административное правонарушение, надо быть объективным в этом плане, юристами, а не политиками, политиками. И вот, якобы, после выставки Сочи 2014, чаша терпения переполнилась, и вот, якобы, дали отмашку, сейчас с Маратом Александровичем будет разбираться по полной программе. То есть, война группировок, то есть, одна группировка, другая, но суть этих группировок одна и та же, это проамериканские группировки, что группировка Путина, что американцы дали Путину возможность провести экономические реформы, 140 за баррель и так далее. При Медведеве мы сдали всех союзников, сдали Ливию, хотя мы всю жизнь, да, режим был в Ливии кровавый, он был диктатор, но мы и поддерживали, потому что это зона наших интересов. Мы всех сдавали, мы сдали Иран, Ирак, мы сейчас сдадим Иран, потому что прошла информация, что якобы при Медведеве наша груз дала американцам, мы поставляли оружие, комплексы С-30 Гран под видом лесовозов, и якобы американцы захватили, так сказать, информацию слили, захватили наши корабли, сейчас вот они там судятся где-то, где были ракеты, судили также по Буту, то есть там тоже, в общем-то, так сказать, была просто игра, связанная с поставкой оружия и так далее. Мы всех сдавали, мы всех сдаем, вместо того, чтобы заниматься реальной политикой, реально отстаивать свои интересы на международном уровне, вот для этого нужны и группы специального назначения, и вымпелы, чтобы уничтожать преступников в окружении тех режимов, которые мы поддерживаем. А после того, как мы убрали, так сказать, в Афганистане группу Альфа, так сказать, вдумайтесь, 40 человек целый полк штурмовали, ни одного убитого не было, так сказать, уничтожили ненужные нам правительства. Но это, американцы, ЦРУ, даже не стесняются в этом, они, так сказать, как это действует, почему? А вместо этого мы втянули и заняли ФСБ в политику. Но самое главное, что там некому служить, даже до чего доходят. Они же, вот, они единственное, вот, там было убийство Интербиева в Катаре, где убили так, взорвали, что еще пять человек погибло при этом. Но так они даже, ФСБ ничего не могут поручить, потому что там нет специалистов. Они знаете, что делают? Вот на базе банков, куда убежали все, коммерческие структуры додали, а они выполняют только, ФСБ выполняют вспомогательные функции, там, обеспечивают, так далее, подводку, там, и так далее, так сказать, внедрение, документы обеспечивают. А самые операции, они выходят коммерческим структурам, деньги приносят от руководства ФСБ. Ну, там те же сотрудники были, и те решают эти вопросы. Вот, вот, значит, неспособны, нет сегодня системы безопасности. Успокойтесь, там некому, даже убивать некому. Выполнять эти приказы некому, потому что нет оперативных сотрудников. Старший опер, КГБ, ФСБ, 26 лет, 27. Ну, что, это же издевательство и так далее. Нет ничего, ничего нету в стране. Успокойтесь, так как нет экономики, нет выборов, нет ничего. И этого, и системы безопасности нет. Это только, так сказать, одни названия, там, одни полковник и ФСБ. Это все только названия. Нету такой структуры у нас. Успокойтесь, ради бога. Поэтому вот в такие реальные времена мы живем, вот так это реально происходит. Фактически страной управляют американцы. Это совершенно очевидно. Вся Эльда там, все деньги там, и это уже никого не секрет. Национальное освободительное движение, которое вот я связывал с военными, там, да, там, Кулачков пытался где-то, может быть, и, так сказать, отчасти НПСР был, когда Зюганов, так сказать. Но тоже там все слили. Там все слили и практически выстрелили. Такую систему создали, которая сегодня есть. То есть практически управляют они. Ну, конечно, нефть, это все схема, потому что, конечно, там есть человеческий фактор. Иногда там кто-то сбрыкивает. Но, тем не менее, они дали возможность Путину провести реформы 140, оставив за баррель, за нефтью. Но это все на поры до времени. Экономики же нет. Они держат на крюке. Деньги мы все свезли в Америку. Они нам никогда их не дадут. Почему японцы бомбили Пилхарб? Да потому что такая ситуация. Деньги держали, американцы мне отдали деньги. Они начали бомбить. И то же самое с нами будет. Ни туда нигде нет. Мы просто валюту платим им в Дании. И так далее. Поэтому практически страна уничтожена. Поэтому почему я в оппозиции к Путину все говорят, ах, вы ничего не понимаете. Вы должны, патриот должны за Путина быть, против Германа. Но при чем тут Путин, при чем тут Германа? Это две гидры одной и той же головы. Две головы одного и той же змеи. Просто одна вправо, другая чуть левее. Поэтому ситуация очень сложная. Очень непростая. Но я, находясь внутри системы, я, ну тут наивно, не наивно. Но для меня был один как-то закон. Я служил закону, совершенно преступление. Я занимал активную позицию, все получал. И я этим горжусь. И последний все на фуй. Бессонов Алексей Борисович. Продолжение следует... Продолжение следует...